Год назад в Кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» страшный пожар унес жизни 60 человек, в том числе 41 ребенка. После трагедии сотрудники прокуратуры вместе с МЧС начали массовую проверку торговых центров по всей стране. Ивановские коммерсанты в срочном порядке начали устранять недочеты противопожарной системы. Но вот прошло время, мартовские события 2018-го позабылись. Надзорные органы успокоились, а владельцы торговых площадей выдохнули. Мы решили выяснить, как обстоят дела с противопожарной безопасностью в Ивановских торговых центрах сегодня, через год, после «Зимней вишни». Своеобразным рекордсменом среди Ивановских торговых центров стал «Евроленд». Именно в нем чаще всего в 2018-м случалась пожарная тревога. И вот примечательно, что прямо у входа в торговый центр висит баннер антитеррористического характера. Здесь написано, где может находиться взрывное устройство и что делать в случае обнаружения каких-то бесхозных вещей. Прямо рядом кнопка пожаротушения, такая запылившаяся, написано «при пожаре разбить». И вот прямо на входе в торговый центр бдительный охранник встретил меня и решил уточнить, что это мы здесь снимаем. Сказал, что снимать в торговом центре запрещено, это частная собственность, но порекомендовал мне снимать, цитата, «втихаря», чтобы никто этого не заметил. Мы видим достаточно много противопожарных ящиков. Вот все они без ключей. Они, судя по всему, не закрыты. Вот я не понимаю, закрыты они или нет, но они точно опечатаны. Я не знаю, как нужно срывать эту пломбу во время пожара, но она достаточно плотно здесь закреплена. Вот эти пожарные шкафы, я не знаю, как они правильно называются, они расставлены по всему торговому центру. Каждое, наверное, не знаю, 10, 15, 20 метров. Торговый центр «Евроленд» известен своими, так сказать, мертвыми галереями. Вот это галерея «Крым». Здесь практически нет арендаторов. Однако на потолке тоже есть пожарные извещатели, форсунки и вот такие вот шкафы. Кстати говоря, вот очень интересная картина. Один из них открыл. Давайте посмотрим, что там. Вот что там внутри. И, кстати говоря, вот здесь они не опечатаны, здесь ничего нет. А верхний, если мы посмотрим верхний, верхний закрыт на замок. Наверное, там что-то есть. Вот мне удалось найти один закрытый, но тем не менее опечатанный такой ящик. И сюда можно заглянуть, что там внутри. Я думаю, не очень хорошо видно, но там внутри огнетушитель. Но он там есть. Я уж не знаю, просроченный он или нет, но сам факт его наличия мы можем оценить. И вот мы нашли очередной вот этот вот противопожарный короб. И смотрите, что самое интересное. Что там внутри? Вот обращу ваше внимание, что здесь есть пломба, опечатана. Ключа нет. Здесь все закрыто на замок. И внутри, внутри там урна. То есть там внутри нет никаких огнетушителей. Люди выбрасывали туда мусор. Я не знаю, может быть так заведено в Евроленде, что они опечатывают урны. Торговый центр Евроленд значительно отличается от многих других ванских торговых центрах. Дело в том, что здесь всего один этаж в других торговых центрах. Три, четыре, как правило. И здесь очень большая площадь. То есть технически не нужно спускаться ни на лифтах, ни на эскалаторах. Это единственный траволатор, который есть в торговом центре. Да, здесь есть еще эскалаторы несколько. И вы в любом случае найдете выход, потому что куда бы вы здесь ни пошли, там будет дверь. Здесь достаточно много входов и выходов. Не противопожарных, обычных. И вот, например, один из них мы сейчас выйдем из торгового центра. Двери открываются. Достаточно широко двери открываются. Потому что многие торговые центры в зимний период делают такую небольшую интересную штуку. Они сужают дверной проем. Вот здесь он сужен ненамного. Вот, чтобы тепло не выходило из здания. Ну что ж, в целом, я думаю, Евроленду можно поставить отметку хорошо. Потому что здесь все в порядке с количеством пожарных извещателей, форсунок. Из недочетов, наверное, стоит отметить мусорку вместо огнетушителя в одном из пожарных шкафов. Я думаю, что он такой не один. Торговый центр очень большой. И мне кажется, за ними стоит следить получше. Ну что ж, вот мы и добрались до следующего торгового центра. Здесь мы были ровно год назад после трагедии в Кемерове. И проверяли, насколько легко выйти из Серебряного города. Давайте же мы сейчас еще раз пройдемся по торговому центру. И выясним, какие изменения внесли в противобожарную систему владельцы торгового центра. Итак, мы оказались на парковке торгового центра Серебряный город на четвертом этаже. Сейчас мы посмотрим, как выбраться отсюда. Посмотрим, куда указывают нам стрелочки. Итак, пока мы бродили по парковке торгового центра, мы нашли вот такой вот пожарный щит. Ключей здесь нет. И все опечатано. Но вот что интересует нас, это то, что доступ к нижнему пожарному щиту заблотирован какими-то тяжелыми металлическими конструкциями. Мы попробуем их сдвинуть. Ну, они достаточно тяжело сдвигаются. Но в принципе можно отодвинуть, да, действительно. К сожалению, как в Евроленде, мы не можем проверить, действительно ли там есть огнетушители и какие-то другие средства пожаротушения. Потому что здесь все достаточно герметично закрыто, запечатано и посмотреть некуда. Ну, а мы с вами продолжаем искать эвакуационный выход. Вот зеленая стрелочка показывает нам, что выход там. Да, действительно, стрелочка нас не обманула. Мы пришли к двери с надписью «Эвакуационный выход». Попробуем ее открыть. И действительно, открыто. Вот выход. А следующий выход уже опечатан. То есть мы можем дойти только досюда. Пойдемте обратно. Там тоже какие-то комнаты, но это точно не выход. Вот один раз мы уже не спаслись. Пойдемте попробуем спастись еще раз. К слову говоря, я не очень понимаю, кто должен сорвать вот эту пломбу. То есть сами спасающиеся посетители торгового центра или все-таки администрация. Вот сейчас мы пришли ко всем известной точке кипения, которая располагается на четвертом этаже. Альтернативного входа, насколько мне известно, сюда нет. И попробуем эвакуироваться отсюда. Пойдемте. Достаточно смешно получилось. Я думал, что эвакуационный выход от точки кипения находится где-то очень далеко. Но вот вход в точку кипения, а вот эвакуационный выход. Как тут дела? Здесь все открыто. И даже здесь все открыто. Нет. У меня не получается. Нет. Все получилось. Пойдемте попробуем спуститься. Ну что ж, мы преодолели больше 10 пролетов. Вот здесь дверь. Она не опечатана. И у нас получилось выйти на улицу. Это был эвакуационный выход. Одно из самых популярных мест в торговом центре это фудкорт. Поэтому мы сейчас направляемся туда и выберемся с фудкорта. Итак, таблички со словом «выход» привели нас к лифтам. Но, естественно, они не могут везти к лифту, потому что пользоваться лифтом запрещено. Да, они нас привели к эвакуационному выходу. Здесь все опечатано. И вот таблички ведут нас в сторону туалетов. Там выход. Давайте попробуем его найти. Здесь тоже все опечатано. На самом деле, очень странная, на мой взгляд, история. Потому что у нас ведь получилось один раз выйти из здания через запасной выход. Он был открыт, он не был опечатан. Все в порядке. Но очередные вот эти вот два выхода, они закрыты и непонятно куда они ведут. Конечно, объективно оценить ситуацию с противопожарной безопасностью в торговых центрах у меня вряд ли получилось. Этим должны заниматься компетентные органы. Единственное, на что хочется надеяться, что МЧС вместе с прокуратурой будут продолжать устраивать массовые проверки торговых центров и других общественных мест. Не только после таких традиций, как в Кемерово. Максим Серебряков, РТВ Иваново.